Привет! Это видео-мануал по настройке эхолота Гармин Эхомап UHD серии SV. Нужно пояснить, что серия SV выпускается как с 9-дюймовой матрицей под номерами 92, 93, 94, 95, все это SV, так и с 7-дюймовыми матрицами соответствуют номера 72, 73, 74, 75 SV. Разница между ними лишь в предустановленных картах региональных. Но для России это не имеет ровным счетом никакого значения, поэтому нам, собственно, не важно, какой номер покупать. А данный эхолот для съемки этого материала предоставил магазин Александр Ховрина. Ссылочку найдете в описании, настоятельно рекомендую. Итак, включаем эхолот. Видим традиционное предупреждение для эхолотов, соглашаемся и выбираем язык, в нашем случае русский. Аппарат предлагает включить режим демонстрации, пока нам этого не нужно. Выскакивает предупреждение о быстрой автонастройке. Принимаем, выбираем тип судна, у меня моторное, выбираем безопасную глубину. Для моей лодочки ПВХ одного метра более чем достаточно. Высота лодки с человеком в полный рост, ну, пусть будет 3 метра. Предупреждение о приближающемся по курсу судне для большинства рыболовов не важно, но выбираем 300 метров. И время предупреждения пусть будет 3 минуты. Перед нами главная страница. И первым делом мы идем в закладку «Актив Капитан». Включаем сеть Wi-Fi. Пишем свое имя без проводной точки доступа. Далее придумываем пароль для этого устройства. Готово. Теперь устанавливаем на смартфон приложение «Актив Капитан». Если вы находитесь в России, то ввиду ограничения гугла вам придется установить VPN. После установки обязательно регистрируемся и заходим в свой аккаунт. Нажимаем плюсик и выбираем сеть нашего эхолота. Эхолот спросит, является ли этот пользователь владельцем. Соглашаемся. Теперь в закладке «Актив Капитан» появились пункты обновления, синхронизация сообществом, синхронизация настроек пользователя, ончарт, уведомления и сообщество «Актив Капитан». И первым делом обновляем прошивку. С этим у Гармина все в порядке. Не бойтесь обновлять свои устройства по сети. Однако перед обновлением прошивки убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Во избежание отключения устройства во время прошивки. И так, все закончилось. Далее заходим в настройки. Выбираем систему. Экран. Тут нас интересует подсветка. Также подсветка регулируется коротким нажатием на кнопку включения. Цветовой режим. Выбор ночного или дневного режима. Или автоматический, который устанавливается, исходя из времени суток относительно спутников. Фон. Выбираем картинку задника. Можно загрузить свою. Отображение строки меню. Показывает принудительно или сворачивается автоматически через некоторое время простоя. Вот так это выглядит. Информация о системе. Тут обратите внимание на пункт сброс. При необходимости можно сбросить как настройки, так и стереть все данные пользователя. Или вернуть и холод полностью к заводским настройкам. Возвращаемся в настройки. Единицы измерения. Выбираем метрические. Ну или если вы уж прям морской волк, то морские. Датум карты. Если вы в России, убедитесь, что стоит WGS84. Будильники. Это звуковая сигнализация. Включаем сигнал о низком заряде напряжения. 11 вольт. Переходим к картам. Открываем карту рыбака. Находим нужный участок водоема, который нас интересует. И тут пока тишина. Вставляем в гнездо флешку BlueChart 3-й генерации с картами глубин России. Если у вас такой нет, советую приобрести в магазине Александра Ховрина. Стоит копейки, но поверьте, оно того стоит. И вот мы наблюдаем, как появились карты глубин. Нажимаем меню. Слои. Карта. Глубина. Затенение диапазона глубин. Тут вы можете самостоятельно раскрасить свою карту, как вам будет удобно и удобоваримо. Выставляем диапазон глубины и назначаем ему цвет. Далее заходим в настройки карты. Ориентация. Ориентация по курсу удобна непосредственно на воде. А при изучении холота в домашних условиях выбираем север сверху. Теперь давайте научимся строить маршрут. Маршрутные точки и треки. Маршруты и пути автогида. Создать. Автогид. Находим место старта. Например, вот тут. Правые части экрана выбираем далее. Наводим курсор на пункт назначения. Жмем далее. И эхолот прокладывает маршрут с учетом параметров вашего судна и правил малого судоходства. Готово. И пока мы не остыли с картами, давайте посмотрим, как происходит обмен картами между владельцами эхолотов Garmin. Снова заходим в приложение Актив Капитан. Карты. Загрузить данные из сообщества Кьюг Драф. Предположим, нас заинтересовал вот этот участок водоема. Красным цветом подсвечиваются области, где уже бывали владельцы Garmin. Выбираем область. Скачиваем. И синхронизируем данные с эхолотом. Теперь на вашем эхолоте имеются самые свежие данные об этом водоеме, полученные другими пользователями Garmin. Также имеются и платные карты. Но так как проблема с оплатой, то россиянам эти пункты не очень-то интересны. Так, чтобы начать запись собственной карты глубин, заходим в меню. Тьюг Драйв Контурс. Включаем запись. И на карту памяти будет записываться ваша собственная карта глубин. Так, с картами разобрались, пройдемся по сканированию. Но так как мы в домашних условиях, воспользуемся имитацией. По сути, предустановленные настройки сонаров из коробки почти в стопроцентных случаях позволяют отслеживать рыбу. Но на всякий случай пройдемся по настройкам. Итак, традиционный, он же чирп. Экранными и физическими кнопками мы можем менять диапазон просмотра глубины. Также имеется и авторежим. На экране имеется кнопка паузы приложения сканирования. Идем в меню. Усиление. Таким образом мы устанавливаем интересующую нас плотность наблюдаемых объектов. Справа имеются авторежимы. Ширина луча. По сути, это выбор частоты. Чем ниже частота, тем шире угол обзора луча. Масштаб. Мне очень нравится наличие лупы у Гармина. Выбираем увеличить. И на экране сканирования у нас появляется окошко лупы. Причем его можно убрать или вызвать на экран в любой момент пальцами. Передача сонара. При необходимости можно отключить датчик. Изменение наложения слоев. Можно выбрать, какие дополнительные элементы выводить на экран в виде панелей сверху и снизу. Частота. Выбираем частоту излучателя датчика. Выбирается на водоеме в зависимости от глубины и качества воды. Чем ниже частота, тем шире угол обзора. Таким образом на мелководе устанавливаем частоту ниже и соответственно высокую на большой глубине. Приостановить работу сонара. Ставит на паузу приложение Чирпа. Диапазон. Выбираем глубину сканирования. Обычно хватает автоматического режима. Переходим в настройки сонара. Линия глубины. Можно установить свою отметку на интересующей нас глубине. Элемент управления на экране. Выбираем диапазон или усиление. Так как на кнопках плюс и минус уже установлен диапазон, то имеет смысл установить усиление. В этом случае элементы не дублируются. Сведения о наложениях. Вывод на экран. Показания глубина, скорость, напряжение и температуру. Закладка «Установка». Тут расположен сброс настроек сонара к заводским настройкам. Скорость прокрутки. Чем выше, тем больше сигналов от датчика отображается на экране. Но в реальных условиях получаемая картинка будет немножко растягиваться. Подбирается с учетом скорости судна. Но в большинстве случаев прекрасно работает автоматическое. Закладка «Гид». Цветовая схема. Можно подобрать наиболее удобную, исходя из предпочтений и времени суток. Аскоб. Выводит в правую часть экрана показания с датчика без обработки. Используется, например, при ловле сама на квок. Символы рыб. Распознавание дуг и вывод на экран графического изображения рыбки. Новичкам будет интересно поиграться. Белая линия. Отображает линию дна. Полезная фича на водоемах с сильно заросшим или заиленным дном. Улучшение изображения. Что-то я не разобрался с этой настройкой. Увеличивает скорость и размер содержимого экрана. Видимо, неверный перевод. Напишите мне, пожалуйста, что это за настройка и для чего она нужна. Так, дополнительно. Помехи. Позволяет отфильтровать помехи от других эхолотов на водоеме. А также помехи от системы зажигания моторов и других электромагнитных помех, если они имеются. Интенсивность цвета. Это настройка отображения плотности объектов. То есть цветом отделяем сильные сигналы от более слабых. Иногда помогает отличить один вид рыбы от другого. Шум у поверхности. Очищает картинку от помех, вызванных фитопланктоном и загрязнением. Но снижает чувствительность датчика. Переменные коэффициенты усиления. Настройка компенсации силы сигнала на глубине. Также влияет на уровень шумов у поверхности. Переходим к нижнему сканированию. Нужно предупредить новичков о том, что нижнее сканирование необходимо использовать только во время движения судна. Меню. Контрастность. Думаю, тут объяснять ничего не нужно. Диапазон. Фиксируем глубину наблюдаемого слоя воды. Имеется авторежим. Приостановка работы сонара. Ставит приложение на паузу. Настройка сонара. Линии глубины. Устанавливает черту на определенной глубине. Элемент управления на экране. Выбираем, что будем регулировать экранными клавишами. Яркость или диапазон. Я ставлю яркость, так как на клавишах плюс и минус уже установлен диапазон глубины. Также диапазон регулируется пальцами по мультитачу. Сведения о наложениях. Выбираем из списка данные, которые необходимо выводить на экран. Установка. Тут имеется сброс настроек нижнего сканирования до заводских. Скорость прокрутки. Выбирается в зависимости от скорости судна. Имеется автоматический режим. Цветовая схема. Выбирается экспериментально в зависимости от личных предпочтений, времени суток и особенностей водоема. Дополнительно. Помехи. Позволяет очистить помехи от других эхолотов на водоеме, помех от систем зажигания моторов, а также других электромагнитных помех, если они имеются. Переменные коэффициенты усиления. Настройка компенсации силы сигнала на глубине. Также влияет на уровень шумов у поверхности. Шум у поверхности. Очищает картинку от помех, вызванных фитопланктоном и загрязнениями, но снижает чувствительность датчика. Яркость, без комментариев. Масштаб. Тут, как и в чирпе, ставлю себе лупу. Выбираем увеличить, и на экране сканирования у нас появляется окошко лупы. Причем его без труда можно убрать или вызвать на экране в любой момент пальцами. Передача сонара. При необходимости можно выключить датчик. Изменение наложения слоев. Тут можно выбрать, какие дополнительные элементы выводить на экран в виде панелей сверху и снизу. Далее переходим в приложение бокового сканирования. Как и в нижнем сканировании, боковое сканирование работает только при движении судна. Точнее, на якоре от него не будет никакого проку. Такие же экранные элементы управления, как и у предыдущих режимов сканирования. Контрастность, без комментариев. Диапазон устанавливает ширину обзора. Имеется автоматический режим. Приостановить работу сонара. Ставит на паузу приложение бокового сканирования. Настройка сонара. Линии глубины. Устанавливаем зарубку на экране. Элемент управления на экране. Выбираем, какой элемент управления выводить на экран. Диапазон или яркость. Так как кнопками плюс и минус уже регулируется диапазон, рациональней поставить яркость. Таким образом у нас будет выведено и то, и другое. Цветовая схема. Выбирается экспериментально в зависимости от личных предпочтений, временных суток и особенностей водоема. Ну и от уровня дальтонизма. Дополнительно. Помехи. Позволяет очистить помехи от других эхолотов на водоеме. А также помех от систем зажигания моторов и других электромагнитных помех. Переменные коэффициенты усиления. Настройка компенсации силы сигнала на глубине. Также влияет на уровень шумов у поверхности. Скорость прокрутки. Чем выше, тем больше данных приходит за единицу времени. Поэкспериментируйте. В подавляющем большинстве отлично работает автоматическая. Линия дальности. Выводит на экран разметку линий удаленности от судна. Сведения о наложениях. Выбираем из списка данные, которые необходимо выводить на экран. Установка. Перевернутый левой-правой. Это переключатель направления датчика. Выставляем в зависимости от того, как расположен датчик у вас в лодке. По направлению движения или обратно ходу движения лодки. Так, с этим разобрались. Выходим из настроек сонара. Изменение наложения слоев. Тут можно выбрать, какие дополнительные элементы можно выводить на экран в виде панелей сверху и снизу. Яркость. Ну, тут все понятно. Масштаб. Лично мне нравится включать лупу, описанную в предыдущих приложениях сканирования. Передача сонара. При необходимости выключает датчик. Выбор просмотра. Выбираем, какой луч будет выводиться на экран. Только левый, или только правый, или оба сразу. Кстати, это очень полезная фича. Так как за счет наблюдения за дном только с одной стороны лодки, мы как бы увеличиваем разрешение экрана в два раза. Что очень актуально для бюджетных моделей с низким разрешением матри. А теперь давайте научимся создавать собственные комбинации программ. Заходим во вкладку комбинации. Тут уже имеются предустановленные наборы. Нажимаем иконку с плюсиком. Жмем добавить. Выбираем количество необходимых окон. Теперь в каждое окно вставляем программу. И нажимаем готово. Указываем название. Готово. В списке комбинаций можно изменить порядок иконок, но нельзя редактировать уже имеющиеся. Но можно удалить. Если все же нужно изменить, это можно сделать непосредственно в самой комбинации. Открываем меню. Настройка комбинации. Тут можно изменить наименование. Поправить комбинацию. Устанавливаем размеры и расположение границ окон. Изменить компоновку. Тут можно поменять количество и расположение окон. А теперь эту комбинацию закрепим на клавишу быстрого доступа. Для этого нажимаем и удерживаем клавишу, например, 1, пока не появится надпись. Теперь, если нажать на клавишу 1, будет открываться выбранная комбинация. Как сделать скриншот экрана? В любом окне нажимаем и удерживаем экранную клавишу домой. Во всплывающем окне кликаем ОК. И скриншот экрана записан на флешку. А на сегодня это, пожалуй, все. Подписываемся. Обязательно ставим лайк. И помните, дядя Вова плохому не научит. Пока. Ай, блин. Что-то я устаю. Уроки это самое сложное. И самое муторное. И самое муторное. Неужели они сами не могут разобраться? Да, выключай.